И так, всем добрый вечер. Сегодняшнее видео будет посвящено одному очень старому, древнему, одному из самых популярных упражнений. Называется оно «Разводка лёжа с гантелями». Ну, то есть, в принципе, для мышц груди. Это для тех, кто не знает, для чего это упражнение применяется. Приношу извинения за звук с эхо, но в рабочей части зала проводятся кое-какие ремонтные работы, поэтому пришлось снимать в зале для групповых тренировок. Вообще, в принципе, сегодняшний рассказ о самом упражнении будет очень коротким. Практически 90% информации, которая будет даваться, она касается больше анатомии опорно-двигательного аппарата и мышц со связками, в частности, касательно плечевого пояса. И придётся, наверное, немножко принять ту информацию, которая не всегда оказывается удобной или легко усваиваемой, потому что мои выводы, которые я сделал, когда полностью выкопал всю эту информацию какое-то время назад, были однозначны. Классическая разводка для бодибилдера не имеет такого уж ключевого значения и не является настолько уж эффективным упражнением. Если сравнивать этот эффект с той травмоопасностью, с теми повреждениями, которые можно себе нанести. Мало того, изолированным это упражнение всё равно назвать нельзя, изолирующим, да, всё равно мышцы грудных будут работать вместе с дельтовидными и трицепсы будут подрабатывать как ни к груди. Мало того, наравне с грудными мышцами нагрузку на себе несут и бицепсы рук, да, то есть двуглавая мышца плеча. И вот в вот этом вот симбиозе бицепса и грудной мышцы и зарыта вся собака. Но обо всём по порядку. Я буду сейчас много таскать с собой видеокамеру, потому что у меня в одной части зала стоит стол с компьютером, за мной доска, а лавочка в третьем месте находится с гентелями. Поэтому будем перемещаться, так что если у кого-то морская болезнь, советую выпить таблетку. Я тут нарисовал такого, как всегда, схематического человечка, но к нему мы вернёмся немножко позже. Сейчас мы пойдём к компьютеру и будем внимательно рассматривать те иллюстрации, которые нам предоставили, спасибо им большое, некоторые сайты анатомические. На самом деле всё просто и в то же время сложно и стрёмно, если можно так выразиться. Итак, вот наш схематический человечек. Как мы видим, он стоит к нам лицом и рассматривать сегодня мы будем наш материал на примере правой руки. Ну, то есть человек нам лицом стоит, поэтому мы будем смотреть правое плечо, правую часть плечевого пояса, его правую часть. Попрошу обратить внимание на такую штуку. Вот на вот это вот место, где бегает мышка. Сейчас мы немножко нормально выставимся. Вот. Я думаю, что практически каждый, кто сталкивался с грудными мышцами, с рисунками схематическими, которые изображают технику упражнений и прочее, 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 замечали и видели вот это место много раз. Это вот у нас верхние связки бицепсов уходят вверх к плечевому суставу, а это у нас мышцы груди уходят к кости плеча. Но, глядя вот на вот это вот место, практически никто из тех, с кем я общался, не обратил внимания на суть того, что происходит благодаря вот этому размещению, вот такому размещению мышц, ну, на самом деле. Сейчас мы спустимся вниз. Вот запоминаем у нас номер 11. Вот. Вот наш номер 11. Это двуглавая мышца плеча. Номер 9. Это большая грудная. Ну, а 8. Это дельтовидная мышца. Теперь мы перейдем к другому рисунку, на котором, благодаря, скажем так, патологической анатомии, изображен более развернутый вид того же сустава. Вот он. Если внимательно посмотреть, то уже, в принципе, половину того, что я хочу рассказать, можно допереть самому. Но будем разжевывать. Итак, у нас двуглавая мышца плеча. Вот ее две связки. Это у нас медиальная головка, то есть короткая называется. Это внешняя длинная головка. Внешняя длинная головка, ее связка крепят плечевую кость, скажем так, втягивают в сустав. то есть на самом деле, самое основное крепление плечевой кости к лопатке, скажем так, удержание головки плечевой кости в этом суставе происходит благодаря именно вот этой внешней связке бицепса. Это единственное мощное крепление, которое есть в этом суставе и хоть как-то держит эту кость. Все остальное просто фиксирует и контролирует. Как видим, внутренняя головка, маленькая, никакого отношения к удержанию самой кости практически не имеет, за исключением того, что поддерживает кость вертикально. И вот мы смотрим на вот этот вот обрубочек, который нам здесь нарисовали, и он обозначен циферкой 7. Скажем так, справа вот это вот все, что мы здесь видим, эти все обрезки, это мышцы спины. Они нам не нужны на данный момент. Вот нас интересует этот обрубок номер 7. Если мы спустимся вниз, то мы увидим, что обрубок номер 7 это и есть большая грудная мышца. То есть это то, что от нее осталось, скажем так, да? Ну вот ее отрезали, оставили вот эту связку. И вот большинство, вот если без картинок, да, спросить, как крепится грудная мышца, они начнут рассказывать, она заходит к плечевому суставу, она крепится вот с этой стороны, да, там, допустим, со стороны ребер, кости. А не, нифига. То есть что происходит? Если нам нарисовать грудную мышцу, полностью, то грудная мышца будет крепиться внахлёст через бицепс к внешней стороне или срединно-внешней, да, плечевой кости. Это ключевой момент, который нужно понимать для разводок, для жимов, для всего остального. сейчас посмотрим вот здесь. Вот здесь вот хорошо видно, да, грудная мышца, никто не обращает на это внимание, но на самом деле грудная мышца перехлёстывается через бицепс и только после этого крепится к костей. Вот у нас тут ещё здесь такой. Ну, это уже без бицепсов. Вот это крепление грудной мышцы нашей. Вот оно, которое уже показано без бицепсов. Бицепс убрали, вот от него только два обрезка связки осталось. Вот. И теперь посмотрим на нижнюю часть бицепса. Вот у нас основная связка там пошла к костям предплечья, да? А вот у нас есть вот такая штучка, ленточка такая. Она как отслаивается от связки основной и уходит вовнутрь, к туловищу, да, скажем так, и крепится вот где-то к предплечью, к тканям предплечья. Что это такое у нас? Это у нас номер 15. Смотрим. Это называется апоневроз двуглавой мышцы плеча. Я вас сейчас всех удивлю, наверное, или не всех, а часть из вас, когда скажу кое-что. Вот у нас есть небольшая расшифровка, в которой написано. от передней медиальной поверхности сухожилия отделяется хорошо выраженная фиброзная пластинка апоневроз двуглавой мышцы плеча, пучки которого проходят вниз и медиально вплетаются в фасцию предплечья. Вот наша фасция предплечья, вот они туда вплетаются. И функция бицепсов ниже описана. Сгибает плечо в локтевом суставе, сгибает предплечье в локтевом суставе и самое интересное, повернутое внутрь предплечье поворачивает кнаружи супинация. Понятно, да? Ладонь от бедра разворачивает во фронтальную плоскость. Ну, вместе с предплечьем. Вот какая из частей бицепса иннервирует, скажем так, и заставляет его срабатывать на поворот предплечья от туловища во внешнюю сторону. Называется это штука апоневроз. Двуглавые мышцы. Еще раз запоминаем. Крепится у нас плечевой сустав с помощью внешней связки бицепса, да? И мышца груди крепится у нас к внешней части плечевой кости, перехлестывая сверху через обе связки бицепсов. Это ключевые моменты, которые стоит запомнить. Поехали к доске. Итак. Наш схематический человечек. Так, 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 так. Что у нас получается? Как-то я рассказывал о травме плеча, о нежелательности жима лежа, скажем так, да, слишком широким хватом. Я объяснял почему. Потому что внешняя связка бицепса выскакивает из своего ложа, которое там было на картинке, смещается во внешнюю сторону, да, за бугород костей. И для того, чтобы ее поставить потом обратно, нужно оттягивать саму кость плеча, вот верхнюю часть ее, да, от сустава. И, соответственно, для того, чтобы кость уходит туда, а связка вернулась обратно. Это правило, которое касается жимов, то есть, не растопыривая слишком широко руки, точно так же касается и разводок. По сути, самой, положение локтей, как ни странно, должно быть точно таким же вот в самой разводке, независимо от того, на наклонной лавке вы разводку делаете с гантелями или на горизонтальной лавке, положение локтей и костей плеча относительно туловища должно быть точно таким же, как и в жиме лежа, и в жиме на наклонной лавке. Разница будет только в положении кистей и ладоней, соответственно. То есть, в жиме у нас кисти с ладонями выстраиваются в одну линию, в разводках кисти с ладонями у нас становятся параллельными. Мне искренне жаль тех, кто разводку пытается делать с кистями и ладонями, формирующими одну линию. Потому что это автоматически приводит к очень травмоопасному для связки именно бицепса положению рук в нижней точке разводки. То есть, это же то же самое, что вы будете жать слишком широким хватом, только при этом у вас штанга разорвана, у вас вместо штанги две генгели. Мало того, в разводке бицепс выполняет не только стабилизирующую функцию, а еще и серьезно удерживающую. То есть, он работает во время упражнения на ряду, на уровне с грудными мышцами. Особенно, если гонтери тяжелый и угол в локтях слишком большой. Соответственно, степень натяжения связок бицепсов в разведенном положении, когда руки разведены, будет на порядке выше, чем в жиме лежа. Поэтому, разводку делать вот с таким вот положением, это ускорять процесс травмирования собственных плечей. И рисковать выхватить из ее нормального положения внешнюю связку бицепса. Что приведет потом к распалениям, повреждениям и придется ставить собор. Теперь я попробую нарисовать схематически. наши мышцы на доске. Для того, чтобы было понятно. Итак, зелененьким у нас кости скелет, то есть это лопатка, это плечо, это предплечье. Теперь попробуем нарисовать грудные мышцы. Сначала мы нарисуем бицепсы. Вот такую рогатку сделаем. Раз. И два. Это, скажем так, бицепсы. Это наша апонемроз. который позволит нам повернуть кость предплечья вот сюда. Во внешнюю сторону, скажем так. Ну вот, если у нас ладонь уже к нам спереди оттопырена, да, вот так вот. Допустим, вот так. Стоим мы и ладошка у нас выпрямлена полностью от нас в положение там ладони наружу, да, вот сюда вот, то в принципе апонемроз уже сработал. То есть сам поворот предплечья от туловища во фронтальную броскость, да, с ладонью вперед уже иннервирует автоматически мышцы бицепса. Это когда я говорил о тяге яца, это четко там ощущается. Теперь едем дальше. Следующий этап марлезонского балета. Мы будем рисовать грудные мышцы. Тоже схематически художественная школа была в детстве один год, но все забылось. грудные мышцы у нас будут вот так вот. Чик. Чик. То есть грудные мышцы у нас сверху перекрывают бицепсы. И вот у меня вполне закономерный вопрос. кость у нас штука твердая, прочная. К ней плотно уложен бицепс и соответственно связки. Пустот в принципе нет. Да? В расслабленном состоянии. И сверху на бицепс наложена грудная и прикреплена вот здесь. Наложена она, естественно, тоже без зазоров. То есть оно все плотненько лежит. И вот теперь представим себе, что мы пытаемся отдельно напрячь мышцы груди. естественно при иннервации мышц груди, да? У нас будет что происходить? Натяжение. то есть нагрузка вот здесь на связочку возрастает, здесь на места крепления возрастает. Сама мышца стремится к положению натянутой струны, в прямом положении во время напряжения. Соответственно вот эта связочка напрягается, натягивается тоже и посильнее пережимает связки бицепса, чем обычно. Что произойдет с мышцами груди? если в этот момент начнет напрягаться сам бицепс, у него тоже начнет происходить натяжение. Да? И бицепс тоже начнет стремиться к выпрямленному положению определенному. Соответственно начнут натягиваться верхние связки и нижние связки. Но есть один прикол. Связки бицепса за счет того, что он постепенно, ну вот любая мышца когда напрягается, особенно бицепс, хорошо видно, он становится больше в диаметре, да? За счет этого образуется шарик. Так вот, этот шарик все-таки упирается в кость одной из своих сторон. И соответственно чем больше будет становиться шарик, тем больше эти связочки будут стремиться отойти от костей. Но у нас здесь напряжена связка бицепса, связка грудных мышц, которая пытается передавить связки бицепсов. Соответственно во время односинхронного напряжения бицепсов и мышц груди между их связками вот здесь в этом положении пересечения будет наблюдаться конфликт. То есть они, грубо говоря, начнут тереться друг об друга под высоким натяжением. И в зависимости от того, какая из связок в этот момент прочнее и сильнее, ну и мышца соответственно тоже, так и будет доминировать. Соответственно бицепс в этом случае, если у нас задача сократить мышцы груди, напряжение в бицепсах будет сильной помехой. Сам бицепс будет мешать грудным мышцам. Напряжется нормально, потому что когда под связками грудных мышц появится помеха, натянутая связка бицепса, иннервация с мышц груди автоматически будет снижаться. Просто потому, что появилась помеха. поэтому в разводке важно ловить баланс между эффективностью упражнения и степенью напряжения бицепса. слишком широко раскидывать руки не стоит. Арнольд когда-то описал упражнение разводку как обнять дерево. Но фишка в том, что положение обнять дерево будет у вас только в том случае, когда у вас руки будут опущены в стороны вниз, разведены. то есть, это будет положение рук. Если вы положение угол в локтях выводя из этого положения руки вверх не поменяете, то у вас будет положение обнять дерево соответственно. но корячиться в упражнении вот так вот с круглыми руками с самого начала и до конца амплитуды это глупо. Потому что если мы расставим локти в стороны когда гантели будут уже сведены, то мы таким образом не сможем сократить нормальные мышцы груди в верхней точке. Потому что гантели уже вышли вертикали, перлись на кости и уже в принципе нагрузка с мужа груди будет падать. Для того, чтобы этого не было дополнительное легкое движение локтями навстречу друг к другу приводит еще скажем так к окончательному сокращению мышц груди во время упражнения. Сейчас попробую показать. А, еще один момент. То, что я нарисовал, да, так или иначе плечевая кость крепится нормально в плечевом суставе только к лопатке. И, соответственно, в определенных движениях, да практически во всех, лопатка с плечевой костью работает как один механизм. И часто даже как одна кость, скажем так. Все зависит от движения. Поэтому в зависимости от того, насколько правильное положение тела вы выберете для разводки, будет снижаться или повышаться травмоопасность самого плечевого сустава. Ну, так как две основные кости в нем это лопатка и кость плеча. Поэтому во время разводки никогда нельзя забывать о определенной подвижности грудной клетки. Помним, да? работая в тягах вертикальных блоков подтягивания грудной клетки мы обеспечиваем определенным движением груди от себя до выпячивания грудную клетку мы даем возможность лопаткам еще куда-то там сойтись. То же самое касается разводки. Когда в нижней точке руки у вас с гантелями опустились, развелись, скажем так, да? Стоит сделать еще выпячивание дополнительной грудной клетки вверх. Как прогиб еще дополнительный такой. Для того, чтобы компенсировать упоротость лопаток в этот момент, у лопаток появится место, куда можно еще сдвигаться. Это компенсирует нагрузку на излом между лопаткой и костью плеча и снимет критическую нагрузку с самого сустава. То есть лопатка у нас сыграет и рука у нас сможет опуститься еще ниже, да? При этом не неся определенной критической нагрузки к суставу. И мало того, выпячивание грудной клетки, так как у нас грудная клетка имеет форму бочки, скажем так, а грудные мышцы под ней стелятся, то вот это дополнительное выпячивание приведет еще к дополнительному растягиванию мышц груди уже даже не разводя дальше руки. То есть когда мы уже развели руки и еще и выпятили грудную клетку, это даст возможность еще больше слегка так удлинить, подрастянуть мышцы груди, то есть еще больше их иннервировать для того, чтобы сводить обратно. Ну вот такие маленькие хитрости, сейчас я покажу как это выглядит в натуре. Так, вот наша лавочка стоит. Сейчас попробуем все поставить и правильно сесть. вот так. Взял я маленькие гумитерки. Не рекорды ставим, а показываем технику. Да, кстати, ну, совсем уж для новичков, да, прежде чем лечь, стоит сначала лапочку отрекорировать до нормального положения. о чем я уже забыла. Съесть, взять гумитеры в руки, забросить их себе на бедра и потом подавая к себе и так не залить. Вот у нас забор. Надеюсь, видно. Раз. суть в чем? пока гантели достаточно легкие, в принципе, получается держать угол в локтях без особой травмоопасной нагрузки на плечевой сустав больше, чем 90 градусов. Но чем тяжелее гантели, тем безопаснее будет уменьшать угол в локтях. в принципе угол в локте оптимальный для разводки в районе 90 градусов. Мало того. Когда мы делаем разводку, у нас есть два ключевых момента. Первое. Во время разведения рук стороны мы еще подрабатываем грудью, а во время сведения мы еще локти вжимаем друг другу. Вообще, в принципе, во время разводки стоит забыть о том, что гантели в руках находятся и работать осознанно только теми частями рук, которые называются плечом, то есть от плеча до локтя. Гантели должны быть четко зафиксированы и вы о них должны забыть. Не надо акцентировать свое внимание на предплечьях, на кистях с гантелей. То есть вы их развели в параллельное положение, поставили и поехали работать. Дальше вы должны контролировать в основном плечо и грудную клетку. И в момент разведения гантелей в стороны мы позволяем в нижней точке еще грудной клетки выпятиться чуть кверху, дополнительно подрастены грудные мышцы. Но в момент, когда гантели начинают двигаться обратно, мы уже акцентируем свое внимание, концентрируем не на сведении гантелей, а на сведении локтей. То есть на сведении плечевых костей и локтей друг с другом. Это важно. Помните и умеете этим управлять. То есть по сути классическая разводка с большими гантелями, с хорошими, которая позволит нормально продрать грудные мышцы, при этом не травмировать себе плечевые суставы, выглядит как полуразводка полужим с гантелями. То есть грубо говоря, разводка это жим с гантелями, только руки у нас, кисти параллельны вместе с гантелями и чуть шире раскинуты, чем нужно для жима. Это будет абсолютно не травмоопасная разводка. Растягивать руки дальше, делать угол в локтях дальше абсолютно бессмысленная затея. По одной простой причине. Это у нас простая физика работает. Чем дальше у нас нагрузка на конце рычага, тем ну допустим у нас один конец рычага закреплен. Сейчас будем опять рисовать. еще один рисунок допустим вот у нас рычаг состоящий из двух частей. Здесь у нас плечевой сустав здесь у нас локоть а здесь у нас гантелька. Да? Так вот суть в чем чем ближе гантелька будет локтевому и плечевому суставу тем меньше нагрузка будет на этот сустав. Чем дальше будет гантелька от сустава чем длиннее рычаг и плечо соответственно тем больше будет нагрузка на плечевой сустав. но когда мы посмотрим на плечевой сустав со стороны головы допустим вот у нас лавочка там где-то где-то там лавочка вот она вот голова человечка у нас лежит это нос перху это его макушка вот у нас грудная клетка и вот у нас поехали ручки в стороны раз с гантельками и два с гантельками так вот есть определенная высота на которой гантели должны остановиться то есть вот эта ось гантелей должна быть примерно на уровне плоскости с грудной клеткой да это я уже слишком низко нарисовал если мы гантели опустим еще ниже есть такие уникалы которые вообще их заваливают но что для них полу у нас получится вот здесь очень страшное место это называется плечевой сустав будет в котором уже связки которые я нарисовал вот здесь будут ломаться об сам сустав как об колено и нормальной иннервации уже ни грудных мышц ни бицепсов не будет на бицепс еще будет нагрузка колоссальная но на грудной мышце уже не будет то есть каждый замечал точку ниже которой когда опускаются кантели вместе с локтями во время разводки и ниже этой точки уже появляется сумасшедший дискомфорт в самой дельтовидной мышце в суставе в плечевом но при этом уже не чувствуется нормальная работа грудных мышц то есть это говорит уже о том что мы слишком вывернули плечевой сустав и у нас уже связки просто начинают сильно вот уж слишком ломаться там же та же грудная через сочленение костей и уже через связку нормальный импульс в самом мышце не поступает то есть уже слишком травмоопасная ситуация поэтому гантельки лучше опускать до уровня плоскости грудей ну и сейчас попробую показать еще раз само движение то есть мы ложимся вот во время разблодки в принципе гантели вообще драйвцы на начальной точке это практически прямые руки ну то есть если у нас очень тяжелые гантели и мы попробуем ногти вот так вот расстопылить ну это бред они у нас сразу будут падать то есть на прямых руках стоят гантели прогиб такой же как во время жимов и вот поехал локоть работать опустили сделали нормальный прогиб в клубной клетке и поехали обратно вот это сходим не гантели а локти и плечи между собой кости и плечей и вот в верхней точке как бы дополнить окно же жена между собой кости и плечей и сходим локти и обратно то есть на тяжелых пандель это будет хорошо видно и будет хорошо ощущаться на все то же самое ложимся прогиб и поехали работать вот грудная клетка встречает гантели обязательно то есть суть в том что чем ровнее вас будут руки тем меньше вам нужны будут гантели для того чтобы угробить свои плечи поэтому есть баланс между нагрузкой на конце рычага и нагрузкой на несущий сустав на работающий поэтому угол в локтях во время разводки как на горизонтальной лавке так и на наклонной лавке оптимальный это 90 градусов в нижней точке когда руки с гантелями разведены когда начинают гантели с руками двигаться навстречу друг другу угол в локтях постепенно увеличивается локоть разгибается скажем так и мы акцентируемся на том чтобы свести локти между собой мы не сводим гантели мы сводим плечи локти при этом не теряя прогибов грудной клетки поэтому считать что в разводке локти должны быть жестко зафиксированы и не работать это заблуждение то есть жестко превратив руку в рельсу во время разводки и грудную клетку в бревно мы плечевую суставу можем превратить просто в труху для того чтобы этого не было все должно как в любом другом упражнении сохранять подвижность соответственно если внимательно посмотреть на те же тренировки Арнольда Джея Катлера Дориана Яца Рони Колмана всех людей которые имеют огромные грудные и работают с огромными гантелями у них у всех каждый из вас увидит один простой прикол разводка это как полужим только с параллельными ладошками и гантелями ну а на сегодня все пока и да забыл уточнить один момент слишком большой угол в локтях приведет к ну как я рисовал на доске по законам физики да к удлинению плеча соответственно нагрузка на плечо и на ось которому крепится этот наш рычаг возрастет соответственно бицепс напряжется больше чем нужно так как на него возрастет нагрузка и соответственно сам бицепс начнет очень сильно мешать работе грудной мышцы потому что начнет мешать связке грудных наверное каждый замечал когда слишком широко раскинуты прямые практически руки с гантелями в руках вес в этих гантелях уже в принципе мало значения имеет появляется прошивое неудобное ощущение во внешней части бицепса которое приближается к плечевому суставу и практически теряется ощущение работы грудных мышц ну вот такой вот маленький нюанс ну а теперь уж точно все до связи с вы что вы не 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 вы 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 Продолжение следует...